Дмитрий Ашгирей – руководитель частного фермерского хозяйства в Бобруйском районе. В деревне Плёсы у него есть участок около 300 гектаров. Там он выращивает зерновые и бобовые. Проблему создаёт талая вода. Посеянные семена просто затапливает. Всему виной нерабочая милиаративная система. С просьбой о помощи фермер приходит на приём к губернатору. Вопрос спорный. Торфяная почва по проектно-сметной документации должна использоваться под пастбище или сенокоз. Но решение есть. Может быть там надо дренаж промыть или ещё что-то. Я не имею милиаративной техники. Той, которую мы используем на сегодняшний день, но она реально проваливается. Нельзя её использовать, потому что она к этому не приспособлена. Либо вы выращиваете то, что можно по проектно-сметной документации. Это А. Но вам это невыгодно. Вы говорите о том, что там есть рядом сараи, фермы, и можно обменяться. Я, может, даже к этому варианту склоняюсь. Чтобы район сделал обмен земле. Да, туда пускай выращивают. На приём записаны 8 человек. Темы самые разные. От трудоустройства до сферы ЖКХ. Обсуждаются и вопросы оплаты газового отопления в садовом товариществе «Антоновка». Передачи и обслуживания канализационной системы в одном из домов агрогородка Горбацевичи Бобруйского района. Отсутствуют необходимые документы. Занимайтесь оформлением документа. Поделайте запросы. Белый прозем. Значит, кто изготавливал документацию. Там всё осталось. Принесёте мне справки, что там ничего нет, не осталось мне. А я у тех руководителей спрошу, почему не сохранены документы в архивах. Потом мы примем иное решение. Речь идёт и про обновление центральной улицы в Осиповичах. Анатолий Исаченко поручает решить проблемный вопрос уже в этом году. Кроме того, поставлена задача, как только появятся дополнительные средства, сделать ремонт транспортной артерии на одном из участков деревни Думановщина. К меру тех денег, которые у нас есть, мы, конечно, стараемся всем помочь. Благодаря государству деньги выделены в большем объёме на эти виды работ. Мы, конечно, их постараемся максимально использовать. Мы выстраиваем бюджет, чтобы максимально решить то или иное направление именно в этом регионе. Кого-то волнуют крыши, кого-то дороги, кого-то вода не того качества, надо ставить станцию без железования. Работа с обращениями граждан – приоритетное направление для любого руководителя. От её эффективности зависит решение проблем и вопросов, которые волнуют население, а также наличие обратной связи между людьми и органами исполнительной и законодательной власти.